Всем привет! И сегодня мы будем тестировать подогрев для куртки, купленный, как всегда, на Алиэкспресс. Для питания нам потребуется пауэрбанк напряжением не менее 5 вольт и током не менее 2 ампер. Провода мне показались тонковаты, но вроде всё выдерживают. Есть кнопка с тремя режимами переключения. Размер прокладки приблизительно 110 на 70 миллиметров. Ну, как писал продавец, всё нормально. А вот размер самой нагревательной пластины приблизительно 30 на 45 миллиметров. USB штекер защищён колпачком, но я его потом отрезал и выкинул. Так как в пауэрбанке USB вход у меня не очень удобный, пришлось ещё и подрезать бока у USB штекера. А пока воспользуемся зарядкой. Для того, чтобы её включить, нужно нажать на кнопку подержать более 3 секунд. Загорается сперва красный режим и он работает в температурном пределе 45-50 градусов. Следующий идёт синий 40-45 градусов и зелёный даёт 35-40 градусов. На зелёном режиме вообще тяжело понять, работает подогрев или нет, так как совпадает с температурой тела человека. На синим слегка оно нагревается, а на красном уже становится ощутимо. По поводу потребления энергии. Нагреватель отказывался включаться при схеме подключения нагреватель, USB тестер и пауэрбанк. Но зато он работает при подключении от сети зарядного устройства. Значения на тестере вы можете видеть у себя на экране. Но по поводу пауэрбанка. 3000 мА они скушали за час на морозе на красном режиме. Ну а далее переходим к тестам. Так, ребята, в общем, стал тестировать. Начал записывать видео и Redmi у меня с 80% умер до нуля за 5 минут. Температура сейчас на улице, не знаю, вы видите или нет. 13,3 градуса. Хотя я не очень уверен в точности его показаний. На сайте пишут вообще минус 19 градусов. У другого термометра у меня нет. Так, прошел уже 3 километра. В принципе, греет вообще классно. Из одежды у меня легкая куртка. И, блин, ну короче, что-то будет не видно. Рубашка, короче, самая, что ни на есть, легкая. Ну ладно. В общем, горит. Красный самый режим. Блин, ничего не видно. Короче, я буду периодически фоткать расстояние. В конце тоже скажу свое мнение. А то телефон умирает. Слава богу, сейчас хотя бы он отмерз. Ну, в общем, ребят, прошел я 6 километров. Жалко, конечно, что начало пропало у нас. И первые 3 километра не удалось записать. Да, хотя бы даже фотки бы сделал, было бы то круче. Вот, ну, в общем, по ощущениям, что, хочу сказать, греется. И причем, где сами нагреватели, они как бы больше локально греют. А остальная температура более равномерно распределяется по всей куртке. И в итоге становится тепло. Ну, если нажимаешь вот на куртку, где сам вот этот вот, в данном случае он здесь находится, и прижимаешь к телу, то, соответственно, прям хорошее тепло идет. Работал он на максимальном режиме, то есть на всю дорогу я потратил час. Но сейчас вот здесь, я думаю, уже будет видно. Одета была только рубашка и вот эта вот тонкая куртка. Температура максимальная, вот по этому термометру, температура опустилась до 14,5 градусов. Но сейчас он показывает 13. Поэтому возьмем, что температура у нас была везде 13 градусов. Самая маленькая температура была 12,6 градусов, которые я зафиксировал. В общем, покупать ли вам это или нет, я вам не могу, конечно, это сказать. Нужно все по ощущениям. Но я покупкой доволен. Есть один нюанс, который мне не понравился. Это крепление. То есть в этом случае я куртку всего лишь прилепил на двухсторонний скотч. Но с одной стороны это может быть и плюс, потому что можно потом будет куртку постирать, снять все эти провода. А если бы это было встроено в куртку, ну, как-то я не знаю, выжил бы он после этого или нет. А, еще хочу сказать. Один раз я случайно переключил режим на слабый, на синий. И уже стало, конечно, прохладно. Вот. Поэтому можно почувствовать, когда он прекращает работать. Но еще хочу, ребят, сказать, покупкой я доволен. И я подумаю, куда-нибудь, может, еще себе прилеплю. Было бы неплохо, конечно, еще там, если бы джинсы были или рукава так подогревались. Вообще было бы зачетно. Ссылку на товар я оставлю внизу в описании. А, ну, еще хочу сказать. Еще раз напомню, что я снимал это на Redmi 5 Plus. При 80% с включенной камеры он проработал всего лишь 5 минут, и он вырубился. Так что не для наших он температур. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok